Три дня Видновский дворец спорта принимал у себя одно из самых статусных бойцовских соревнований – чемпионат России по микс-файту. В нем приняло участие более 200 спортсменов со всей страны. Несмотря на то, что команда Видновского клуба «Хайкик» завоевала 5 золотых медалей, тренер бойцов несколько недоволен результатом. Ряд бойцов могли еще лучше выступить. Все-таки у нас получается 5 вторых мест. Можно было все 10 золотых. Я думаю, что это может быть то, что у нас дома все происходит, и такое давление прямо на них идет. Из-за этого, может быть, в финальных боях перегорели. Увы, из-за пандемии коронавирусной инфекции в зале разрешено находиться только судьям, спортсменам и их наставникам. Тем не менее, организаторы отметили, что соревнования прошли на высоком уровне, в том числе и благодаря условиям, в которых выступают спортсмены. По всем качествам соотношения чемпионата страны. Дворец очень удачный, очень хороший. Тут все профессионально, звук, свет. Все на высшем уровне. Стоит отметить, что Московская область стала вторым регионом по количеству наград, и не последнюю роль в этом сыграли видновские спортсмены. Одним из главных украшений финалов стала битва тяжеловесов. Видновчанину Денису Недашковскому он в синем углу противостоял спортсмен из Дагестана. В какой-то момент даже показалось, что боец в красном шлеме берет верх. Денису 26 лет, с 2009 года он занимается единоборствами. Мастер спорта по боксу и кикбоксингу. Во втором раунде поединка все серьезно поменялась. И в итоге видновчанин оправдал свое прозвище «русский панчер», во втором раунде отправив соперника в нокаут. Эта победа стала прекрасным подарком землякам. Чувствовалась ответственность, но у меня опыта очень много, поэтому я переборол себя, знал, что делать, высылал и сделал свое дело. Вот прозвище «русский панчер», откуда оно пошло? Да, тренер придумал, да. И из-за того, что я заканчиваю все бои ударной техникой, нокаутами. Чемпионат России по микс-файту в очередной раз показал, что видновские борцы одни из сильнейших не только в Подмосковье, но и во всей стране. И скоро ребятам представится еще один шанс порадовать земляков. 22 ноября у нас будет первенство чемпионата России по ветву-дау. Также будем упорно готовиться и радовать нашим видновчанам. Выражаем благодарность администрации за поддержку, за вклад и развитие в нашем регионе язноборства. Именно такая поддержка дает нашим юношам стимул, дает возможность показывать себя. Безусловно и то, что самая главная награда для ребят – поддержка видновчан. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.